Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня нехарактерное видео для моего канала, я даже думаю отдельный плейлист новый сделать с названием «Общественно важно». Итак, кто заказал Виссариона и где же на самом деле эта обитель зла? Я страшно ненавижу любого рода вранье, особенно когда свою подлость, продажность и глупость выставляют за правду и тем более якобы за борьбу со злом. Моя позиция в этом принципиальная, чего и вам желаю. Скажу наперед, что я не религиозен и не защищаю Виссариона самозабвенно. Я лишь хочу, чтобы хамы и разрушители не торжествовали. В 20-х числах сентября по всем каналам России показали сюжеты о задержании 22 сентября Виссариона Сергея Торопа и двух его ближайших сподвижников. В Красноярском крае в общине города Солнце. О этой общине уже почти 30 лет. Во всех этих сюжетах говорили про тоталитарную секту, про мучения бедных людей, про арсенал оружия и элитного алкоголя, якобы найденный в общине. И все эти репортеры грозили Виссариону с экранов телевизоров 12 лет. Еще до суда. Осудить и узнавать правду о происходящем, дорогие товарищи, нужно не только из пресс-релизов Следственного комитета. Чтобы сделать это видео, я вчера потратил несколько часов и сегодня встал в 4 утра. Сейчас я распечатаю мою статью, которую я написал, и зачитаю вам с моими комментариями и эмоциональностью. Итак, начинаю. Я понял, что все идет к задержанию Виссариона, как только по ТВ показали другой сюжет. Ведь всему этому задержанию смазки шоу вертолетами предшествовала экспедиция журналистов к ним в поселение. Не помню, какого канала, который устроили провокацию в общине, и даже то, что попало в сюжеты телеканалов, было достаточно, чтобы узреть вполне ясно это. Они любят и умеют делать провокации профессионально, а потом искажать события мастерски. Например, как Собчак устроил подобную провокацию под Екатеринбургом в Среднеуральском женском монастыре, прорываясь к отцу Сергию. Молодцы, что ее не пустили. И, кстати, верно сказал Невзоров, что настоящее истинное православие, но говоря о христианстве, именно не в РПЦ, а у Сергия. И он сильнее будет, нежели руководство РПЦ. Но не буду отвлекаться от темы. Да, они мастера своего дела, но вот какого дела до такого подлинного? Кстати, тогда эта блондинка в шоколаде состряпала фильм «Монастырь особого назначения», ну, про отца Сергия. Ну, а теперь серию в ток-шоу «Док-Ток» с названием «Виссарион. Обитель зла». Выпуск программы состоялся 28 сентября 2020 года. Потому я так и назвал свое данное видео. И где же на самом деле эта обитель зла? А вот у кого зло? И кто этим злом является? Давайте сейчас и разберемся. Итак, это операция по задержанию. Это что, забота о ближних, о людях, о гражданах, которые злые сектанты втягивают в свою тоталитарную секту? Нет, не верю. Конечно, нет. Так кому же помешал Виссарион или Виссарионовцы, может, а? На днях один мой зритель прислал ссылку мне на канал журналиста Дмитрия Плушина. Канал называется «Красньюз». Ну, собственно, вот он у меня на мониторе здесь. Который в нескольких своих видео рассказал, кому и зачем нужно уничтожение общины Виссарионы, кто за всем этим безумием стоит. В конце моего видео я дам две ссылки на эти его видео, чтобы вы не искали сами и могли спокойно это посмотреть. В своих заставках к сюжетам по всем каналам дикторы Бойко воодушевленно и, конечно же, радостно говорят примерно подобное. О том, чем занимались сектанты, зачем им понадобилось оружие и почему брать их пришлось спецназу в расследовании нашего корреспондента. Запомните про оружие, которое понадобилось сектантам, а также запомните утверждение этих журналюк про то, как их пришлось брать спецназу. Или вот такие заявления. Некоторые люди до сих пор так и не поняли, что они были обмануты мошенниками. Нормально, да? Они не поняли. Но зато теперь эти добрые люди им все пояснили. Они открыли глаза глупцам и незрячим. Люди лет по 20 там живут и все не могут понять. А они поняли и открыли. Знаем мы, как они там расследуют. По разнарядкам и не глядя. Фас и есть под козырек. Продажные черти. Они предъявляют в шоу Виссариону обвинение в иерархии его организации, мол, это плохо. Во как. А разве в нашем обществе ее нет, вот этой иерархии? А что, у нас анархия, что ли? Везде, в любой структуре иерархия есть. Ну и тут непременно, как это водится, а он в каждой дырке затычка. По всем каналам и ток-шоу появляется главный сектовед всей Руси Дворкин. И вот хочется спросить, а почему вот эти все претензии появились вдруг сейчас, а не 25, скажем, или 30 лет назад? Давайте посмотрим, что предъявляют Виссариону правоохранители и СМИ. Ну, помимо того, как им надо, следует общаться, одеваться, что есть и что пить. Первое, это, конечно же, оружие. И сразу ложь. Эти люди-пацифисты, они не притрагиваются к оружию. Они пропагандируют непротивление злу насилием. Где нашли это оружие? В общине? Зачем показали в связке оружие и задержание? Ведь связи нет никакой. Оружие нашли в одной из деревень километров 20-30 оттуда, а не в самой общине. Нашли этого человека, кто, возможно, разделяет их взгляды, может быть, даже принадлежит к общине. Но не в самом поселении у Виссариона и не у его ближайших товарищей. Да и нашли-то что? Старые охотничьи ружьи и немного патронов? Так примерно у 10 миллионов жителей России есть то же самое. А СМИ нам хотят показать, что Виссарион злодей, вооруженный до зубов, показать тоталитарность и экстремизм во всей красе. Мол, он сектант, говорящий о любви, а сам алкоголь потребляет. Вот сколько бутылок где-то там стоит, и оружие у него есть, и вся цель его жизни абсолютная власть, поклонение адептов и деньги, отобранные у обманутых членов общины. Ужас, какая низость и подлость. Нельзя порядочному человеку не заступиться за подло оболганного. Не по-русски это и вообще не по-человечески. У него нет оружия, а говорят, что есть. Хотя официально это ему не предъявляют, но зато уничтожают репутацию, создают ложное общественное мнение и наверняка теперь аннулируют аккредитацию Минюсти как религиозной организации, которая у него есть с 91-го года. А вот что будет с поселением? Ведь их цель, я полагаю, не Виссарион, а само поселение, его уничтожение. Об этом я далее отдельно скажу. Итак, оружия у Виссариона нет, но общественное мнение сформировано. Приемчик? Да еще какой. Вторая претензия обвинения. Верхушка, мол, этой секты наживается на верующих, платит, мол, десятину сектанты. Да ну, хотя это вообще-то не их собачье дело, кто кому чего там платит. На Руси всегда платили десятину. И налоги нынешние тоже десятина, а может быть двадцатина. Ну, как НДС, например, и прочие. А налог на землю в стране у нас есть? А налог на строение, на дома? Ну, когда дом в твоей собственности, на твоем же участке, а тебя еще и заставляют налог за дом платить, который ты построил и ты будешь обслуживать. Или, может быть, когда время ремонта придет твоего дома, его государство тебе отремонтирует за налоги, которые ты платишь за этот дом? Я вообще в шоке просто. Нет, хрен там, сам будешь ремонтировать. Это просто обалдеть. А чем тогда эта десятина отличается от пожертвований вообще в другие организации? Они же зарегистрированы как организации. Всегда были десятины, и нынче. А РПЦ не живет на пожертвования, как жила в царские годы, да еще и отчуждая богатство и земли сосланных боярских и царских жен. Жила РПЦ и на пожертвования от купцов и мещан. И в наши дни почти так же. А это что такое? Они, мол, цитата, привлекали денежные средства граждан. Как плохо, а? Я вообще в шоке. А ваши банки, хочу я им сказать, которые вы из бюджета, то есть за счет всех граждан страны поддерживаете и вливаете туда миллиарды, перекачивая и разворовывая чужое, не свое, о чем верно говорит, показывая суть подобных явлений профессор Катасонов. Не привлекают денежные средства эти банки? Ну только уже миллионов граждан. Ну какие же вдвуличные подонки? Между тем, лет 20 уже эту общину, и у нас в стране и за рубежом называют экопоселением, что совершенно верно и справедливо. Этих экопоселений сейчас в разных масштабах несколько сотен от мала до велика по стране. А Виссариона, вообще не его, называют уже давно просто учителем. Он уже давно не проповедует себя как мессию. Туристические агентства возят к ним туристов, поселение развивается, растет, люди трудятся. В глухой тайге построили новый населенный пункт на великой красоту и порядок. Они занимаются земледелием, ремеслами, производствами. В их поселении увеличивается численность населения. Много родилось детей, демографический бум в 6-7 раз выше, больше, чем по стране. Ну все как вы хотели, вот власти. У детей светлые лица, действительно счастливое детство, настоящее на земле. Живут люди в радости, труде, трезво живут. У них общие праздники, чего уже не понимают жители России, забыли это счастье. А откуда помнить, когда села и деревни уничтожены с их народными обычаями, традициями, укладом жизни, праздниками, общей радостью. У нас каждый день сейчас с лица земли стирается несколько деревень. 80-90% деревень уже нет на карте нашей страны. Одни урочащие нежилые деревни. А где еще уцелели, то это близ городов с городской уже жизнью другой. Или это уже дачные поселки, по факту. Или осталось 2-3 человека доживать, и все. Ну и конечно же дорог нет. Вот где беда. А вы на кого бочки катите? Нацпрограмма, говорите? Вот она. У них была нацпрограмма. Без лишних громких слов и по делу в действительности была. Создан новый населенный пункт в тайге. Кипит жизнь. Вокруг десятки деревень не только не вымерли, но и укрепляются. По сотне человек живут, до тысячи. Поддерживать их надо государству. В пример другим ставить. Передачи иного рода снимать и показывать по телевидению. Их примером, а не гектаром порознь завлекать людей из городов на землю. Ну хотя бы в хозяйственном и патриотическом плане их рекламировать другим стоит. Нет просто слов. Уважаемые товарищи, обязательно смотрите мое видео, зачем клещей сбрасывают с вертолетов в тайге. Советую также посмотреть, кто еще не смотрел мое видео секреты льна и конопли, зачем разорили эти отрасли. И про то, как горят леса, когда заметаются льды после вырубок и незаконной продажи в Китай леса. А вот что теперь интересно будет с этим появившимся новым за последние 30 лет чуть ли не единственным поселением на карте нашей страны. Говорят, нет медицины, там у них и так далее. Есть другие данные, что есть у них своя медицина и не запрещают ходить к врачам. Это легко проверить. Про обвинения и прочего, и иного рода. Да, они требуют проверки по фактам. И я предлагаю не только следственным органам, но и нам, гражданам, взять под гражданский общественный контроль и проверить. Но об этом я далее поясню, дам предложение свое конкретное. Ну а теперь я скажу о реальных причинах всего этого шоу, творящегося сейчас. И об этом говорит журналист Полушин как раз. Одна горно-рудная компания хочет проложить дорогу неподалеку от поселения Виссариона, и тогда будет идиллическая картина. Самосвалы вдоль реки Кызыр будут ездить с рудой, и в реку будут сыпать и шлак, отходы, убьют природу, загадят экологию вокруг. Ну как это водится, и как хорошо это известно на примере Байкала и многих сотен рек нашей страны. Эта компания будет безжалостно вырубать тайгу, в чем нет никакого сомнения. И ничего за это им не будет. Вот люди общины и встали на защиту. Целый год они обращаются с петициями за помощью и защитой государству. И что в ответ? А в ответ вертолеты, маски-шоу, этап и арест пока на два месяца трех человек, ну, то ли еще будет. Все, протест местного населения обезглавлен. Наверное, теперь горно-рудная компания будет довольна, а вы, зрители, граждане, вы будете теперь довольны происходящим. Не хотите ли вы заступиться за правду, чтобы все было честно, по совести? Еще причину хотите, пожалуйста? Конечно же, есть желающие, которые хотят отобрать подряды по изготовлению срубов, домов и бань, община этим занималась и делала качественно, по совести, очень хорошее строение. И, конечно же, есть, как бывает в таких случаях, желающие отобрать этот бизнес. Два серьезных бизнесмена, которые поставляют эти срубы, тоже фирма у них там есть, для ФСО и правительства Российской Федерации, имеют, конечно же, влияние. Ну и, конечно же, они нашли недовольных и обиженных на Виссариона и общину, за то, что их когда-то выгнали и по другим причинам. Ну и на их показаниях, конечно, следователи строят обвинения по разнарядке сверху. А правда им не нужна. Мнение сотен других людей, которые проживают в общине, не нужны. То есть, те, у кого иное мнение, их не показывают ПТВ, и их информация не учитывается. А это надо еще выяснить, правда ли то, что Виссарион не давал родителям того самого больного ребенка обращаться к медикам. Правда ли, что он использовал рабскую силу, то есть насильно, ведь рабы, невольные люди. И были ли в общине рабы? Или, может, надо извиниться за такую вольную трактовку термина раб, а люди в общине трудились не из-под палки, это уж точно. Они твердят нам, что к некоторым людям в общине применяли психологическое насилие с причинением тяжкого вреда здоровью. Про многоженство твердят, про мошенничество. Знаете, что я хочу вам сказать, дорогие товарищи? Что если это будет доказано, о чем следствия и журналисты говорят, то это одно дело, обязательно надо разобраться. Тогда да, конечно, а пока что заткнитесь к лекуши, хочу я им сказать, я надеюсь, вы со мной будете солидарны. Если нет, не будет доказано, то в мошенничестве надо обвинить и наказать тех, кто, имея власть, все это судилище сейчас устроил. и наказать жестоко. А то сегодня одни, завтра другие, и ладно, действовали бы беспристрастно, холодно, просто выполняя букву законы, что называюсь, ну тогда извините, во всех сферах давайте так. Кстати, все имена заинтересованных лиц называет Дмитрий Полушин в своем расследовании. Знаете что, я ненавижу двуличие и подлость, я не религиозный человек и не защищаю общину Виссариона из-за своей религиозной поддержки. Нет, такого просто нет. Я защищаю их из-за простой человеческой порядочности, из-за того, что они несут в мир благо, строят они, разрушают, любят землю, природу, защищают животных, показывают своим примером, что и в наши бессовестные и равнодушные дни можно радостно жить на земле, жить трезво, трудиться, зарабатывать своим трудом, ремеслами, продуктами своего труда, продуктами земли и подавать позитивный, созидательный пример другим людям, детям, подрастающим поколениям и дать людям не только надежду, но и реальность сейчас. Они ведь своим трудом, своим примером, жизнью доказали, а не создали. А эти твари что создают? Только все вывозят из страны, разграбляют и миллиарды в квартирах хранят. И ведь их огромный опыт перенимали, приезжали из многих стран, а не только из разных наших уголков страны. Их охранять, защищать надо, как национальное достояние, а не преследовать, тщеня расправы. Я прошу честных журналистов, а я надеюсь, такие еще остались, провести независимые расследования, не бояться освещать правду беспристрастно. Езжайте в общину, возьмите интервью у сотен людей, поживите там, публикуйте эти записи, я тоже помогу в публикациях. Теперь я обращаюсь к своим подписчикам, зрителям. Я прошу всех, кто может, кто живет неподалеку, кто не безразличен к правде, кто не хочет дать хамам поглумиться и олигархам потирать руки, напишите мне на почту, езжайте к ним, возьмите интервью у реальных жителей поселения Город Солнце и из окрестных деревень. Расспросите людей. Я даже готов оплатить вам экспедицию. Давайте сделаем независимое, честное расследование, расскажем гражданам нашей страны и мира, кто эти люди на самом деле, чем и как они живут, жили, зачем и каким образом их лидера с товарищами арестовали, как это произошло, что известно и о том, что нам по ТВ не показали. Я сам много раз хотел съездить к ним в поселение, но так времени все и не смог найти, очень много дел, и что там говорить, я минуту выкроить не могу, иногда в 3-4 утра встаю. У меня тоже земля, мы сажаем и сады, и лес, и питомник, и куча других дел, занятий. Пару слов про Собчак и Докток. Про Собчак и Докток я не хочу комментировать, просто противно, хотя я подготовил, даже записал тезис, и он распечатал, но не буду. Ведь цель их программы вполне понятна и очевидна. Их задача устроить судилище и подыграть заинтересованным в расправе с общиной лицам. Хочу я также обратиться к властьимущим и ведущим это дело. А я тоже журналист, поскольку мой канал более 10 тысяч зрителей, гораздо, и вот я хочу тоже обратиться. Помните, товарищи, что вы не только госслужащие, не только чиновники, не только винтики механизма, но и люди, я по крайней мере на это надеюсь, по крайней мере, возможно, в вас есть еще совесть, осталось что-то патриотическое, человеческое. Не пятнайте себя нестираемым позором, выполняя подлый заказ какой-то влиятельной сволочи. Помните, что за все подлое, бесчеловечное вы ответите и в этой жизни, и в будущей. И не сомневайтесь, ведите расследование честно, по совести, по закону, а не по заказу. Разберитесь честно и дайте же людям жить спокойно. Не помогайте, так хоть не мешайте им. Они и без вас как-то жили и все построили. А народ или его часть имеет право спокойно жить, создавать любое сообщество, если оно объективно не мешает жить другим людям, имеет право человек жить счастливо. И конституционное право, и по праву своего рождения быть свободным человеком. Что ж, я надеюсь на ваше небезразличие. Пишите свои мысли, комментарии в чате вот под этим моим видео. И главное, напишите, так где же эта обитель зла на самом деле? Пишите свои мысли на этот счет. Дорогие друзья, если у кого-то из вас есть интервью с жителями местными за любое время, за любые годы, или кто-то хочет, может организовать поездку в эту общину, пишите мне на почту, почта будет под этим видео по ссылочке. Ну, а на этом, пожалуй, все. Тема тяжелая. Будет у меня видео на канале на днях в субботу, надеюсь, утром его выпущу, на другую злободневную тему, которая касается каждого из нас и касается любого человека на нашей планете, даже если человек это не понимает, и даже если то, о чем пойдет речь, он принимает и радуется от этого, то, надеюсь, открою глаза многим. А называться это видео будет диктатура политкорректности. На этом все. Не будьте равнодушными. Пишите в комментариях свои мысли, идеи, то, что вы считаете. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова